Уже в 12-й раз в России состоялась акция «Библионочь». В этом году она прошла под лозунгом «Читаем вместе». Библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры по всей стране представили специальную программу. Учреждения городского округа Люберцы тоже присоединились к творческому проекту. Вот и наши, человечие, одуванчику подстать, уходить, но бесконечно новой жизнью прорастать. Центральная библиотека имени Есенина сегодня работает в режиме нон-стоп. Весь день и до самой ночи здесь звучат стихи и песни, проводятся творческие мастер-классы и лекции. На сцене выступают вокальные и хореографические ансамбли, а дети с интересом знакомятся с работами великих писателей. Так выглядит 12-я «Библионочь» в городском округе Люберцы. «Библионочь» стартовала у нас в 13 часов с двух мастер-классов по стихосложению и по практике выразительного чтения. Вообще, тема этого года «Читаем вместе», поэтому все наши мероприятия так или иначе привязаны к литературной теме. Проходила иммерсивная выставка, привязана она также к тематике «Люберцы-400». Мы собрали материалы и подготовили, скажем так, экспонаты о писателях, которые так или иначе присутствовали на Люберецкой земле. Среди этих писателей и Сергей Есенин. Посетители акции могли встретить великого поэта в одном из залов библиотеки. В Люберцах я был не однажды. Пожалуй, расскажу про маларту. В ней Маяковский познакомился со своей возлюбленной. Для гостей Есенинской библиотеки организовали кинопоказы, спектакль в формате литературной гостиной. И завершился большой творческий марафон в полночь. Луиза и Геазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.